В столице Нинецкого округа открылся Арктический фестиваль классической музыки под руководством художественного руководителя знаменитого скрипача, заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. Трехдневный музыкальный марафон начался с фолк-проекта, на котором свое творчество представили молодые виртуозы из Самары на сцене КДЦ «Арктика». Дмитрий Буциков и Дмитрий Косяков, артисты Самарской филармонии, покорили зрителей не только виртуозной игрой на балалайках, но и актерским талантом. Их выступления мало похожи на концерт в традиционном понимании этого слова. Это скорее театрализованное представление. Обладатели гран-при международного конкурса в Казани молодые виртуозы-балалайчники закончили Самарское музыкальное училище имени Шаталова. Ну, надо сказать, что мы с Дмитрием в Самаре учились вместе, только в разное время в училище культуры. И всегда были конкурентами немножко. Я всегда Диме заеду, что у него такая хорошая техника, и он так хорошо играет. Дмитрий уехал сейчас какое-то время учиться в Москву в Гнисинку, затем вернулся, и мы встретились случайно на улице, и решили попробовать вдвоем играть на две балалайки, на два инструмента. Как вам работа с конкурентом? С конкурентом? Хорошо, хорошо. Не надо искрим, конечно, но... Так родился совместный проект «Балалайк». Искриться у ребят отлично получается. Универсальные музыканты, свободные от стилевых и жанровых рамок, желанные гости на концертах и фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки в России и за рубежом. Это они выступали на концерте для президента Владимира Путина во время его визита в Самарскую область, а также сорвали бурные овации на концерте Олимпийских зимних игр в Сочи. Еще один признанный музыкант, который покорил сердце окружных ценителей музыки – участник фольк-проекта Юрий Салаев. Первый раз баян в руки он взял в семь лет. Потом были перерывы, но все-таки тяга к музыке взяла верх, и игра на баяне стала профессиональной деятельностью артиста. Музыкальное произведение «Скарлатти» признается Юрий Салаев одной из самых любимых, близка к сердцу музыканта и астрада. Кто играет в «Скарлатти», тот считается уже достаточно профессиональным, потому что на всех международных конкурсах включен в программу «Скарлатти», «Куперен», «Докен» – это эпоха барокко. То есть, либо эпоха барокко, либо вот эти композиторы. То есть, это уже нужно держать уровень, заниматься, как положено. Сегодня музыкальную эстафету приняли оперные исполнители, а уже 17 сентября пройдет главное событие Дней высокой музыки в Арктике. Это презентация уникального мультимедийного проекта «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении музыканта-виртуоза, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Начало концерта в 17.00. Творчество знаменитых исполнителей классической музыки будет доступно для всех горожан и жителей сельских поселений. Прямую трансляцию заключительного дня фестиваля в режиме реального времени организует наша телерадиовещательная компания. В эфире телеканала «Север» на сайте, а также совместно с Дворцом культуры Арктика на главном экране площади Марацей.